Народ, как много народа. Здравствуйте, здравствуйте. Прошу вас. Спасибо большое. Я понял, что я вам нравлюсь. Хорошо. Это правда. Не знаю. Слушайте, мне про вас выдали, Юрий Михайлович, один секрет. Какой? Тайну. Вы сказали, если хотите, чтобы у Юрия Михайловича повысилось настроение, чтобы он стал сразу разговорчив, весел и добр, начинайте с ним разговаривать про животных. Правильно. Да? Да, точно, абсолютно. Вы знаете, только вы меня остановите. Ладно? Я очень люблю животных. Любых. Ну, как-то, когда змеи, я не пробовался общаться. Их любите. Со змеями у меня достаточно. Напряженное отношение. В театре работают. Людей похожих на это животные. А вот собаки и кошки, птицы. Вот это с большим удовольствием. А когда такая страсть-то началась у вас? Значит, у меня всю жизнь собаки. Началось это давно, когда я еще жил в Чите. И учился в школе. И где они в июне месяце, в серединке. И помню, что я играл в футбол. И мама шла с работы. Ну, несла какие-то там вещи, продукты. И она меня зовет. Я говорю, да не мешай. Я играю в футбол. Она говорит. Я думаю, что ж это такое? Уж такая мимика была у нее на лице. Я подбежал к ней. Но сразу должен сказать, что тогда шел Барс. Это была овчарка немецкая. Овчарка, которая на границе в Средней Азии. Вместе с пограничниками. Мы в этот фильм все были влюблены. И, конечно, влюблены были в собаку, которую звали Джуль Барс. И мама мне принесла и говорит. И я смотрю, там щеночек. С подпаленками черненькими. Ну, овчарка точно. Я говорю, ой, Джуль Барс. Она говорит, Джуль Барс. Вот. Ну, и потом этот Джуль Барс вырос у нас. Оказалось, Джульба. А не Джуль Барс. И вообще дворняжка. Жила она у нас лет двенадцать. Я уже потом учиться пошел. Здесь в Москве был. И когда я приехал первый раз после, на лето в Читу, меня встречали, значит, мои родители и собака. Мы шли по улице, такси там не было, естественно. И мы шли всей компанией, несли мой чемоданчик маленький. Она шла впереди. Гордо. Всей нашей компанией с гордо поднятой головой. Мол, хозяин вернулся. Так я влюбился в собак. А сколько у вас сейчас-то питомцев? Вы теперь ведь и котов полюбили. Сколько вот в данный момент под вашим руководством? У меня четыре кошки. Так. И три собаки. Юрий Михайлович, но ведь ваша страсть к животным настолько сильна, что вы даже и на приемных экзаменах иногда бывает не спрашиваете абитуриентов прозу, стихи или басню, а говорите, вот есть ли у вас животные, как вы к ним относитесь. То есть вы считаете, что это какая-то человеческая проверка на эмоциональность? Почему для вас это какой-то показатель? Вы знаете, я, когда набираешь курс, первое занятие в сентябре с ними рассказать. Ну, откуда ты? Так. И что-то это. А животное у тебя есть? И у каждого, у кого есть животное, говорят, есть. Ага. А потом дальше часто им напоминают. Когда ты сказала, что у тебя собака или там кошка, да, ты, я по бровям увидел, это мимика лица, я говорю, у нас называется в театре. Поэтому запомните это. А для вас что-то значит, если человек говорит, я не люблю животных? Что-то я с такими, у меня разговор не завязывал. Не очень. Не очень, да. Ещё одно неожиданное ваше качество. Вы, оказывается, обожаете бокс. Наверное, это тоже относится к профессии. Вот какой-то удар, когда я вижу, что человек на издыхании. У них всё-таки в боксе и во всех вот таких вахт спорта всё-таки очень много есть, как ни странно, сердечности. Да? И это близко нашей профессии. Юрий Михайлович, вот вы знаете, ещё одно ваше качество, которое, как мне кажется, вам присуще. Мне кажется, вы очень верный человек. Вот так, если проследить вашу биографию, получается, что вы поступили в Щепкинское училище и после окон пришли в Малый театр. И вот вы верны этому театру всю свою жизнь. Вы женились довольно рано, и вы верны одной женщине на протяжении всей своей жизни. У вас одна дочь, один брат, одна внучка. Вот всё как-то в единственном экземпляре и, так сказать, такая какая-то преданность. Ну, я не знаю. Я никогда не задумывался над этим. Во всяком случае, можно я похвастаюсь? Давайте. Недавно узнал об этом. Меня в 88-м году коллектив избрал художественным руководителем. Я выборный первый. 27 лет, оказывается, я художественный руководитель. Быть руководителем в театре, тем более, это вообще большое искусство. Отдельное от дара, который вам дал бог, актёрского. Потому что это же нужно учитывать и различные настроения актёров, и их там обиды какие-то и прочее. Можно ли сказать, что вы дипломат? К сожалению, нет. Потому что я что думаю, то и говорю. А последнее время, ну, чего мне бояться? Я своё наиграл. По фильмам, вы знаете. Вон, как аплодировали. Хорошо. Ещё раз спасибо вам. Я должна сказать, что мы поговорили с артистами вашего фильмы. Я недавно своей подруге сказала, я обнаружила, что мой Уня, собака моя, так на Юрия Михайловича похож. Даже родинка там же на щеке. Я говорю, какой у него такие же добрые, честные, огромные. Глаза искренние, умеющие любить. По его повадкам можно раскусить, доволен ли он репетицией или пройденным спектаклем, или наоборот недоволен. Ну, по взгляду, по похмурящемуся лбу, по паузам, которые он делает. Это свидетельствует о том, что он чем-то недоволен. А если он выскакивает на сцену и начинает показывать, это значит, что ему это, скорее всего, нравится, это ему интересно, и он хочет продолжать, продолжать, продолжать. Он бывает суров, он бывает. Я видела какие-то проявления, но у меня всегда ощущение, что он всё-таки что-то солнечное в нём есть. Вот это тонкое, интеллигентное, сродни, ну, какому-то, да, хорошая природа такая. У Юрия Фойча иногда, когда ему надо подумать, он делает вид, что он плохо слышит. Он говорит, да, что, что, и тут ты точно знаешь, что у него начинает работать ум, и уже после того, как он решил, что ответить, он сразу начинает нормально слышать, нормально всё, ему уже даже можно говорить что-то шёпотом. По большей части охарактеризовали вас как замечательного руководителя, просто солнечного, у которого почти не бывает плохого настроения. Но если вы в гневе, то вы какой? Кричу. Кричите? Громко? Стерминел. Да что вы, вот я прям даже не могла себе представить, что у вас... Быстро отхожу. А. При помощи врачей. Далее, наедине со всеми. Полтора часа я каждый вечер после спектакля отстаивал очередь у белорусского вокзала, 167-й автобус. И потом, так же полтора часа ехал, а то и больше иногда, зажатый со всех сторон, такими же... Несчастными. Несчастными людьми. Они меня зажмут, а я засыпал. Если за мной увязалась бездомная собака. Я ее обязательно накормлю. Что я понял, когда мне исполнилось 80? Я не глупый человек. Если бы у моей жены не было чувства юмора. Наверное, она бы не жила. Юрий Соломин. Вот одна ваша цитата из интервью. Вы сказали, я уважаю людей, которые десятки лет играют кушать поданно. Это большое мужество так жить. Я с вами соглашусь и хочу спросить вас, а это ведь не ваша судьба? В том смысле, что если бы выяснилось, что вот вас приняли в институт театральный, ну и вы его закончили, мы знаем такие судьбы. А потом бы выяснилось, что ну вот вы где-то там на десятых ролях. Ваше честолюбие, ваша амбиция могла бы с этим смириться? Я думаю, что у меня тогда не было честолюбия. Ну вообще мне и сейчас кажется тоже. Это как-то качество. Я никогда не думал о нем. Но бывали, я никогда не завидовал. Ах, как бы вот, если бы я там. Никогда. У меня бывали и простой по 6 лет. 6 лет после удачно сыгранного ревизора. Ну, слава богу, в это время мне пищу давал хорошую кинематограф. Вот в это время, в общем, были сняты те фильмы, тот же «Адъютант». Вот это, конечно, такая помощь была. В кино, в «Адъютанте его превосходительства», роль, которая вас прославила, любопытно мне был тот момент, что ведь вам сначала предлагали другую роль, я сейчас позабыла, офицера какого-то. Ну тоже любопытная роль, хотя, конечно, значительно меньше, чем главная. Но за вас боролся Ташков. За то, чтобы вы сыграли главную роль. Семь ходили пробы, там художественный совет не утверждал и прочее. Но для меня неожиданной была ваша реакция, что вы Ташкову говорили, что да не надо, да мне вполне нравится вот эта роль. Я была потрясена, думаю, ну, наверное, ведь, ну, как сказать, любой артист должен принимать главную роль, это же, ну, как сказать, это какая, ну, выгодно просто, ну, с точки зрения карьеры выгодно. А вы говорили, да не надо, да ну, я и с этим согласен. То есть у вас нету элемента такого борьбы, что ли, вот, за что-то? Я не люблю пробоваться. И в молодости не любил. Конкуренцию такую прямую не любите? Не люблю такую, да пусть конкуренцию, да. Когда ты знаешь, кто, я даже, мне стыдно, если я знаю, что с кем я пробуюсь, потом с этим человеком общаться. Если вы его опередили? Если я его опередил, да. Неловко? Ну, такой человек, наверное. Вот, на самом деле, эта роль вас вынесла абсолютно в такого, вот, я бы сказала, ну, романтического героя. Крайне, мне кажется, привлекательный тип для женщин. Вы как-то почувствовали к себе какое-то пристальное внимание публики женской? Я сейчас чувствую. Боже мой, Таня, я уже давно с тобой потерял голову, и ты это знаешь. Но я не могу тебе сказать то, что должен сказать. То, что должен, и хочу предложить. Подождем немного. У тебя какие-то обязательства перед этой женщиной? Таня, Таня, если это может твой отец, то ты, пожалуйста, не оскорбляй подозрениями наших с тобой, нашей... На улице до сих пор иногда здоровается. Здравствуйте, Павел Андреевич. А то еще и так. Павел Андреевич, вы шпион? Да. И вот эта фраза... Преследует вас. Преследует, да. Поэтому, не знаю, я, наверное, трудно в это поверить, но я же не вручу, что я от этого буду иметь. Понимаете? У меня не было времени. Во-первых, я жил в Бескудниково. Знает, где это находится? Край Москвы. Так. Когда меня один наш директор, Колеватов такой был, тогда очень много, очень много приезжали там из Германии, из Болгарии, Венгрии, снимать артиста, как вот фильм там шел, вам вся Европа смотрела его, и ахали, охали, писали, и как я живу. И вот когда мне тоже сказали, там, откуда я уж не помню, что вот надо принять группу, они хотят, я говорю, чего, как я живу? Я не могу, не могу, я в Бескудниково живу. Понимаете? Но тогда, сейчас я недавно проезжал Бескудниково, ну это теперь... Район крупный. Ну что ты, очень здорово, все там, и кинотеатр, там, и бульвар, Бескудниковский бульвар, действительно. А тогда это просто выселки были такие. Тогда не было ничего. Полтора часа, я когда вечер после спектакля, отстаивал очередь у Белорусского вокзала, 167-й автобус. И потом, так же полтора часа ехал, а то и больше иногда, зажатый со всех сторон такими же... Несчастными. Несчастными людьми. И я потом в конце придумал, когда уже... Ну я небольшого росточка, так вокруг меня тоже здоровые мужики стояли. Они меня жмут, а я засыпал. Я это время помню очень хорошо и благодарен, кто меня зажимал в этом 167-м автобусе. Передаем им привет. Потому что я, конечно, тогда уже и адъютант вышел, и, значит, конечно, я шапку сюда, очки туда. Ну, в общем, кто в этом замухрышке, значит... Узнает Паладыича. Потом, когда уже утром, если едешь на работу... Я всегда заходил впереди на этой лестнице в автобус, где водитель. И так встану, здесь сидят бабушки и дедушки, они ничего не помнят, не видели. И я, значит, вот так я еще спасался и доезжал до Москвы. И вот тогда я пришел к нему и говорю, я не могу, Анатолий Андреевич Колеватов, запомните это имя. Он потом был и директором Большого театра, и вообще много у него было историй. И хороших, и не очень хороших, но он никого не предавал никогда. Вот, может быть, из этого вы можете сделать вывод. Когда я пришел к нему и сказал, я не могу. Потому-то, потому-то, мне стыдно, по колено в грязи еще. Еще, потому что строилось. Пять лет я там отсидел. В Бескудниково. В Бескудниково в этом. И я не могу туда пригласить, мне стыдно за родину. А он говорит, а где ты живешь? Я говорю, в Бескудниково. А это где? Я говорю, ну это между Ленинградом и Москвой. И Москвой. Примерно так. Эта фраза запомнилась. Я ему объяснил. Он говорит, ну пожалуйста. Я говорю, приму ее. Можно? А театр все-таки режимный был тогда. И малый театр. И он говорит, пожалуйста, разрешил мне. Я что-то там соврал. Что я не могу. Что я на съемке в Ленинград. Уезжал действительно я. Уезжал туда в Ленинград. Это меня спасло. Но через недели две он меня вызывает. И говорит, подает мне бумажку. Я говорю, а что это такое? Это смотровой. Посмотри квартиру. Я говорю, где? На улице 8 марта у метро «Динамо». Я никогда этого не забуду. Ну конечно. Я посмотрел, даже сказал, я согласен. Я согласен. Чтоб не ездить уже на этом автобусе. В 167-м. Юрий Михайлович, вообще вот смотрите. Ваша театральная карьера начиналась такая мощная. С Клистакова. А среди любимых ролей в кинематографе у зрителя, я думаю, есть роль, небольшая роль. Это такие характерные роли, я бы сказала. Это роли легкие, отчасти даже, можно сказать, легкомысленные. Чего у вас больше? Вот так сказать, я думаю, что на самом деле при, так сказать, когда назовешь ваше имя, Юрий Соломин, все вспоминают какого-то серьезного человека, вспоминают, что был и министром культуры, руководит малым театром. А на самом деле ваше содержание, оно какое? Более легкое или серьезное, или есть и то, и то? Ну, вот такое, какое я сейчас. Я зашел, посмеялись все, и вы тоже смеялись. Как бы это естественно. А действительно, таких ролей мне еще в театре какие-то были. А в кино не очень везло вам на легкие роли. Да, да. Это спасибо. Марк Захаров, он у меня в один год получился и летучая мышь, и мгновенное чудо. Далее, наедине со всеми. Было ли что-то действительно сложное в ваших отношениях с Виталием? Понимаете, очень много было всяких досужих предположений, что-то говорили, что хотели. Я могу только догадываться, я об этом не буду говорить. Но, ладно уж, я скажу. Необходимое качество хрека. Доброжелательное отношение к другому человеку. Или к животному. Все равно. Моя самая вредная привычка? Сладкая. Если на мой спектакль никто не придет? Я, наверное, уйду из театра, но этого не может быть. Потому что один обязательно придет. Юрий Соломин. Вы не только в России известный артист, но и в Японии. Довольно значительная личность. Благодаря вашей работе с Курасавой и еще одному фильму, которым вы снимались с Канаки Курихара, у Сергея Соловьева. Но вы сказали по поводу Японии, что и для вас эта страна какая-то особенная. Что у вас она как-то вот там вы себя хорошо чувствуете. Почему? Вы знаете, это особая статья. Одна фамилия Курасава, Акира. Вот это уже история чего-то большого, чего-то мощного. Я многие фильмы видел его. И многие из вас. Семь самураев там особенно прогремел тогда. Он и «Оскароносец» трижды. И, кстати, за «Дарсулзала» он тоже получил «Оскара». И вы знаете, ну, боязнь была какая-то. Но проб не было. Режиссер такой, Володя Васильев, второй режиссер был у нас. Он позвонил и сказал, слушай, вот хотят с тобой повстречаться, как с артистом, на роль Арсеньева в «Дарсулзала». Вы знаете, я обалдел. Завтра куда ходи? Дойдем до Черниговки. Там наш отряд дожидается. Ну и по железной дороге во Владивосток. Пойдем со мной. В городе хорошо, удобно. А, Дарсул? Нет, спасибо. А я не могу. Я очень благодарен, что судьба меня свела с Курасавой, которой мы дружили 30 лет. Когда его не стало, все это прекратилось. Но до сих пор, я недавно получил книгу из Японии, Нагами Сан, его режиссер, японская женщина. Она прислала новую книгу, в которой, так сказать, прописана. И даже на отдельной странице, книга толстая, но на отдельной странице фотография тигра, морда такая тигра, зеленая. Ну, в общем, очень хорошая. И там написано «Соломин Сан Курасава Сан». Это он писал. Это был 74-й год на мой день рождения. Он отменил съемку. И вот сидел, он был художником по профессии. Это самая дорогая у меня, такая дорогая по-настоящему историческая такая вещь, которая вот у меня существует. Но я понял, что они ее отдельно на листочке напечатали. Понимаете? Поэтому забыть это очень трудно. Почему именно в стране Японии вы себя хорошо чувствуете? Что вас там подкупает в этой стране? Во-первых, очень уважение к традициям. Я это как-то вот вынес. Да, современно, сейчас, но у них есть дни в Японии, когда до сих пор детей одевают в национальную форму. Деревянные эти самые, как их, сандалики такие. Это дает возможность воспитываться и воспитывать детей изначально к уважениям к своей нации. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Там есть гордость за то, что они производят. Есть театр Кабуки. Это ему уже 400 лет. Рейший театр, где женские роли играют мужчины. В кимоно там очень здорово, кстати. Я смотрел с большим удовольствием, а потом кто-то там выходит и вдруг... Какие-то их возгласы и аплодисменты. Я так сначала подумал, что, может, пьяные, что ли? Да, серьезно. Мне было неудобно. А потом еще кто-то вышел. Ой, да богу! Опять аплодисменты. Я говорю, спрашиваю японцы, что это такое? А это, говорит, выход любимого артиста. И когда он выходит... Кстати, у нас появилась эта черта тоже. Когда выходят в спектаклях известные по кино артисты, то им зритель аплодирует. Надо сказать, что ваша семья довольно редкий случай, в том смысле, что сразу два соломенных завоевали любовь. Зрительскую огромную. Но на протяжении всей вашей жизни вас сопровождали слухи относительно того, что между вами отношения сложные. Что между вами то ли конкуренция какая-то, то ли соперничество. И эти слухи то опровергались вашими близкими, друзьями, то кто-то, наоборот, подливал масло в огонь. Было ли что-то действительно сложное в ваших отношениях с Виталием? Вы знаете, ну, сложность бывает всегда в жизни. И с родителями бывает сложность. А тут какая сложность? Я старше на 7 лет. К сожалению, его не стало уже 10 лет назад. Понимаете, очень много было всяких досужих предположений, что-то говорили, что хотели. Я могу только догадываться, я об этом не буду говорить. Но когда он приехал в Москву, это был 60-й год. В 60-м. Я уже с 57-го работал в театре. И с 59-го уже преподавал в театральном училище. И вы, в общем, помогли, на самом деле, своему брату? Ну, как вы думаете, если он приехал в Москву, не зная Москвы, не зная, куда и зачем он едет, кто-то его должен был встретить? Довольно естественно, что это бы сделал родственник. У него была проблема, ладно уж, я скажу. Сейчас модно отправлять, и тогда редко, но тоже отправлялись педагоги из училища, набирать вот по Сибири, там Дальний Восток, чтобы зря люди не ехали в Москву поступать. Едут педагоги и проходят. И в Чите это тоже было тогда. Да. Один педагог, который знал это, что он мой брат, потому что он тоже преподавал в училище, как и я, он его не срезал. Срезал. Ну, отец тогда лежал, он больной был очень сильно. Мама мне звонит и говорит, что вот Витальку, значит, скинули, все. Я говорю, ну пусть приезжает сюда, в Москву. И вот теперь возвращаюсь к тому, как он приехал. Значит, его кто-то должен был встретить, кто-то должен, наверное, был его послушать, что он из себя представляет. А это я делал, потому что я уже преподавал. Что-то несколько часов до изнеможения с ним работал. Человек, он темпераментный, так же, как и я, но он исполнял все, как вы догадывались, то, что я говорил. Я уже был артистом. И понимаете, какая вещь? Мне было стыдно идти, вести его потом. Как я своего брата веду кто-то? Поскольку мы с женой заканчивали вместе у Веры Николаевны Пашенной, и она работала актрисой, и она говорит, давай я поведу его. Она уже знала все двери, куда войти. Во всяком случае, мы вместе заканчивали. И она его за руку буквально. А я ходил, как когда-то мой отец, когда я приехал около Большого и Малого театра, ждал, что будет, что будет. Понимаете, когда по бумаге, которую этот человек привел, он не прошел. Здесь он опоздал на первые, ну, туры, а был конкурс, на мое счастье, конкурсом комиссии этой была, председателем комиссии, и его счастье, наверное, была Вера Николаевна Пашенная. И когда он вошел, данные у него прекрасные были, и тогда он начал читать, она остановилась, сказала, не надо принять. Я вам рассказываю, как на духу. Но вы внешне совершенно не похожи. Вот так два брата, которых трудно отыскать, даже какие-то просто кардинально разные, даже внешние данные. Я тут недавно посмотрел фильм, Сергей Соловьев, он ставил, дядя Ваня. И вот там особенно, наверное, ясна манера. Виталия. И Виталия, и, наверное, и моя. У нас голоса были очень похожи. Поэтому, да, мы абсолютно разные. Не в меня, не имею право в виду. Старая штука. Ты не сумасшедший, а просто чудак. Шут горохный. Прежде я всякого чудака считал больным, ненормальным. А теперь я такого мнения, что нормальное состояние человека быть чудаком. Ты вполне нормальный. Вы были маминым любимчиком. Вот дочери Виталия Соловьевна говорят, что даже когда после ее смерти там были фотографические альбомы, которые они там перебирали и так далее, что все альбомы были уклеены вашими фотографиями. Она считала, что вы красавчик. Что вы успешный. Кто против? Нет, никто не против. Но при этом жила ваша мама с семьей Виталия. Но вот как-то так сложилось, что любимчиком оставались вы. Вы знаете, ну, это длинная история. Дело в том, что там было двое детей, были маленькие. И есть такая возможность, что надо было ему помогать все-таки. И не надо под этим подразумевать и искать какие-то, так сказать... Другие мотивы и второе дно. Другие мотивы, да. Совершенно верно. Вот только поэтому. И еще, правда, уже все свидетели умирали, но когда Виталий два года уходил из театра почему-то во времена Царева, художественного руководителя. А потом вернулся, когда уже был я. И тогда, по-моему, день рождения ее был, собралась вот вся семья и двоюродные. И вот она сказала, Виталька, возвращайся к Юре. И такие вещи я или любой из вас не будет просто так говорить. Понимаете? Очевидно, она стала о какой-то правде. Да? Ну вот потихонечку, дозированно я ее и высказываю. Далее. Наедине со всеми. Сладкая очень. И ворую. Где? Конфеты. Где, Юрий Меффорович, воруете? Дома. У жены? А они у нее в шкафчике, на ключе? Нет, на ключе нет. Нету, но так где-то в компанию, тихую, когда вот и внучка приходит, и тут они обе на меня говорят, положи на место. Если я не хочу говорить по телефону, говорю, перезвоните, я сейчас занят. Если на сцене, я забуду текст. Мне всегда подскажут партнеры. Если я хочу сказать что-то важное. Сначала помолчу, потом подумаю и, может быть, не скажу. Юрий Соломин. Что касается вашей супруги, которой вы верны на протяжении многих-многих лет, вы уж, по-моему, бриллиантовую свадьбу отпраздновали. Нет, вы знаете, у нас не до бриллиантов было. Всегда что-то не хватало. Понятно. Но вот отношение ваше, мне кажется, очень забавно характеризует факт, о котором рассказал один из артистов в документальном фильме про вас, что вы, оказывается, очень любите фастфуд, но скрываете от Ольги Николаевны эту свою страстишку. Когда я вот снимался, там операции были, были такие вещи, которые я теперь хочу очень. Я часто прохожу мимо этих заведений, но где-то вот сопровождающие меня люди иногда, я говорю, давайте зайдем. Не надо, Юрий Михайлович. возьмите себя в руки. Возьмите себя в руки. Я беру. Но сладкое очень и ворую. Где? Конфеты. Где, Юрий Михайлович, воруете? Дома. У жены? А они у нее в шкафчике, на ключе? Нет, на ключе нет, нету, но так где-то в компании вот и внучка приходит, да, и тут они обе на меня говорят, положи на место. Я вспоминаю, нельзя. И я. И бьюсь об рукам. Да. Что касается Ольги Николаевны, вы почему-то не дали нам возможность снять с ней интервью. Почему? Это не я. Она никогда, вот сколько лет мы вместе, она никогда, она педагог, она преподает, у нее масса артистов известных и народных, и перенародных. И вот это вот рассказывать о своей любви к супругу на всю страну совершенно нет необходимости. Ну вот понимаете, ну так сказать, она... Закрытый человек. Такой человек. Ну такой человек, да. Но зато ваша внучка разговорчива, давайте ее послушаем. Моё первое воспоминание о дедушке, это лето, это зелень, это такое солнце, пробивающееся значит сквозь елки. И Юрий Мефович обязательно в какой-нибудь такой очень нелепой соломенной шляпе. Вот. И значит своей этой самой такой майки, как алкоголичка такая. В детстве дедушка постоянно со мной возился. баловал меня ужасно. Любым моим значит прихотям значит то есть я ему заставляла часами мне значит читать сказки значит там гулять значит лишнюю кантала стащить. Все все значит прощалась до определенного возраста. Я помню такой случай, когда дедушка застал меня значит я ела кошачий корм. Вот. Он точнее я как бы решила распробовать. Я разделила две мисочки одну мне а одну значит коту. И значит мы совершенно спокойно проводили время с котом, когда дедушка зашел и говорю боже мой, что ты делаешь? я говорю ничего я хотела попробовать там все так только бабушке не говори так бабушке не говори мне всегда это такая у нас свои всегда были секреты что вот бабушке не говори а маме тем более. Если в театре он руководит то дома он скорее берет роль такого второго плана вот дома все-таки руководит бабушка а вот и как бы она уже давно руководит поэтому он дома наоборот при ну как бы стушевывается немножко в быту он очень он очень любит заниматься хозяйством значит любимое место дача конечно собаки но с этим есть конечно некоторые некоторые проблемы не всегда не всегда его энтузиазм как бы соответствует тому что он может сделать вырастет побольше такая же будет энтузиазм ему не нравится недостаточно да а вы вообще рукастый нет 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 вы знаете у нас на даче жил один сосед очень хороший вот это был рукастый он все умел делать и я не знаю что он только не умел он жене сказал что я из него человека сделаю ну не знаю вот его не стало давно раньше чем он меня захотел сделать человеком но я его тоже вспоминаю очень хорошо но человека короче из вас не получилось не не получилось руки в общем его не переросли ну и так там же сколько душ что я прихожу я же и накормлю приезжаю накормлю у меня времени не хватает они еще кошки начинают Юра пришел ой ой ну а со мной поиграй вот одна вторая третья поэтому я перешел на животных понятно оно и легче да так если честно сказать а что касается признания вашей внучки что это все таки жена ну это нормальное явление я считаю а кто же должен руководить то вы в театре руководите а я в театре руковожу конечно а домой приходите и четко значит обед такой то спать во столько то ну это костюм такой надень или нет нет я иногда спорю я это не хочу я говорю так и чем заканчивается спор ты же выходишь к людям к тебя к твоей профессии ну то есть тут вы слушаетесь супругу свою да надо но иногда как на даче вот в этой соломенной шляпе и в майке алкоголички еще хуже даже еще хуже даже то есть чем хуже не буду говорить там чем хуже тем я ближе к натуре Юрий Михайлович что делает вас сегодня счастливым человеком счастливым ну вы знаете я люблю когда идет дождь люблю снег это для меня прекрасно ну не московский вот это жара и грязь да почему я из тех мест понимаете я не люблю жару вот не перевариваю я абсолютно спокойно чувствую себя зимой в морозы и так далее и так далее это же счастье большое да ну а то что говорить что да я да я люблю свою профессию да театр это дом поскольку мы вместе работаем всей семьей и в институте преподаем и ведем курс уже лет сорок поэтому все настолько едино что говоришь я люблю дом этот ну что я не люблю что ли дом люблю там у меня тоже живут живут и понимаете какая вещь это нечто необъяснимо вот что-то очень поэтому я не смогу наверное ответить а из меня философ не получился все равно я артист спасибо большое что вы были сегодня у нас мы хотим вам подарить в подарок от нашей программы вам неужели кошку нет нет на этом мы не рискнули я бы так сказала это такая груша боксерская антистресс она прилепляется к столу и дальше можно да да спасибо большое у меня кот у меня кот я мечтаю вот он здоровый семь с половиной килограмм подобранный тоже и я все время мечтаю чтобы он он хочет играть иначе он со мной играет а мне это вот вот как вы все приспособили мы думали в театре в кабинете антистресс такой чтобы выдать вот все эмоции которые вы наблюдаете в боксе с вашим любимым а вы коту отдадите ладно не будем мы с вами бороться давайте коту прогноз на ближайшее будущее ну у меня родители баловали да а вы капризные были да а хорошо это да Ирина Салтыкова я просто записалась поехала и покрасилась поезжает домой и мама такая это что Аделина Сотникова меня штрафовали на 25% и моя мама получила 75 рублей а не 100 за то что я прогулял школу Владимир Басов господи это каким же надо быть человеком